всем привет один кошка один кошка другой кот кошка белолапая нет кот и ты че там лежишь ну и так вот с ижами то же самое есть планета есть юпитер планета планета чё делает тапки рвет вот а юпитер он мозг рвет ребят и но сами понимаете материться нельзя вот у меня есть они как бы вот такие два мотоцикла 5 модельки и значит тут я накрыл вот так уж на всякий случай чтоб никто и никогда и значит вот так в общем сейчас я попробую они холодные уже я на этом ездил но он уже остыл ледяная расскажу как запускать исправный мотоцикл но многие не знают и исправный мотоцикл тоже запустить не могут я знаю таких людей у меня есть друзья которые но если вот сейчас сказать жень заведи мотоцикл да и сердца там скажет у тебя там что-то там у тебя наверно надо потому что не так и а я свой могу от вы потому что он тебе твой 8 тысячи отмазок а просто вот они все одинаковые просто нужно уметь заводить мотоцикл не свой мотоцикл заводить а уметь вообще исправный мотоцикл запускать заводить там возбуждать но кто-то как скажет в общем чтобы запустить и должен быть исправный но естественно заправленный и все остальное колеса накачаны даже потому что это в исправное состояние уходит резин открываем кнопку утопляем потому что здесь дырка и не видно как потечет если туда не смотреть что там уже ручьем будет лица то просто делаете вот так теребонь ну там карбюратор полный вот бензина открыли подкачали многие не качают и прямо не противники этого подкачинга это уже ваше дело вот откидуете ну чик мальчиков четко об прям ух как вставил вышло снова я ставил вот здесь есть подсос всегда ну хорошем смысле этого слова подсасываете то есть вот включаете обогате это не подсос обогатить подсосать вот там можно там где-то ну чуть выше колен и отрыгаете несколько раз ножкой и можно немножко газу дать но тут совсем немножко все равно делали потом это оставляете включайте зажигание загорелась зарядка нейтралка отходите подальше ногу сюда вот и вот так делаете и делать продолжайте пока не запустится лучше газу дать подсос убрали и разозовываете вот как бы распетушить надо ну может долго стоял там его распетушиваете чтобы распетушили как следует потом вот так на готове стоите что он заглохнет он типа а вы раз раз и не вовремя он там заглох но это не с моим мотоциклом ну и вот так все и он работает хоть холодный себе он тэк-тэк делает активно вообще классно да почему декомпрессором глушу ну потому что я так хочу и теперь мы плавно подходим к исправному юпитеру то планета была потому что один цилиндр у юпитера их два и тут требуется запустить два цилиндра вместо одного то есть работы в два раза больше 2 вот но так как общий объем один и тот же триста пятьдесят кубов то есть два цилиндра они в два раза меньше каждый из них поэтому по количеству работы больше а по объему то же самое то же самое на как бы открываем бензин то же самое друг друг делаем вот ну я тут уже подкачал тоже тут уже вот палец видите он уже на него тоже делаете вот так вот ну здесь вообще вот это потому что юпитер он нежный ну голубой вот он откидывается нежно а закидывается наоборот там же все наоборот видели там ну все наоборот в общем но голубой то же самое есть обогатитель обогащаем на на это чуть-чуть даем чуть-чуть трек-трек делаем бросаем все это оставляем включаем зажигу смотрим загорается и отходим подальше и делаем трек опять же не получилось на это на теребой и убираем чтобы не залило а то что потом будут писать у меня одна свеча такая цвета а другая я например свечи не выкручиваю я даже не знаю как у них цвета нафиг они мне нужны ну вот так вот работает исправно там у кого-то с одной трубы больше дыма с другой трубы еще больше дыма с третьей трубы вообще ничего не идет только течет у меня вот одинаково дыма нет один запах вот ну пока я его еще не заглушил я сейчас вам расскажу первый признак исправного мотоцикла вы его уже знаете но я повторюсь в общем стопак должен загораться от ножного тормоза и от ручного если это работает у вас исправный мотоцикла работы от этого то есть декомпрессора нет я пшик не буду откидываем включаем подальше отходим тапки не улетели вот так правильно работа планета ты 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 она холодная в общем то самое стопак тормозная лапа я работаю и так же отверет моя лапа жимок нажимаем смотрим многие мои здесь стоят мотоцикл исправим еще можно поворотники там проверить почему глушу декомпрессором потому что мне так нравится меня умиляет когда вот люди показывают мотоцикл начинает поворотники включать там ну что у поворотники вы покажите что стоп горит у вас и все станет ясно на свои места просто что они у вас исправны а поворотники они он и заводить не надо поворотники будут работать в общем дело а вы покажите что у вас стоп работает на заведенном вот это самое главное стоп напишите комментарии что означает как называется вот это пламень этот кстати может я неправильно его поставил может это нижняя часть а вот эта верхняя крылья я даже не подумал ребят а я не подумал когда я вот это делал прикручивал теперь то уже поздно тут дырок много тут уже не попадешь они и так не попали заводские потому что я неправильно ставил вот я покупал это на этом уже вски смотрите здесь вот красненький такой вот логотипчик а вот здесь вот не такой совсем другой вот такая вот техника у меня давайте чтоб вместе работала и тот и другой откидывает вот и сюда и сюда и тут положим а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если у меня просто лампочка отошла, а варить надо будет исправить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полетели эти перелетные птицы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем спасибо, всем пока. Это заводской панел. Некоторые говорят, что черный лучше смотрится. Я тоже уверен, что черный лучше смотрится. Но мне на ваше мнение... Вообще, как бы, у меня и свое есть. Я с вами согласен, что лучше смотрится. Но это вот он... У вас пускай будет черный, а у меня белый. Мне лучше не надо. Всем пока. Всем добра. Еще раз. Я не могу. Юпитер такая красочка вообще. Голубой особенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а то, что он звенит, вообще мне, как бы, на ваше мнение, что он звенит, вообще... Да, головка не той стороной стоит. Ай-яй-яй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!